так всем доброе утро наш любимый отель из которого видели уже не одно видео как мы здесь собираем свои патролы как я вот на вот этом вот месте не мог завести свой патрол при минус 19 вот здесь вот когда-то мы колеса перекидывали и этот отель как вы думаете какой вот посмотрите гердан видите мы в нем уже не один раз останавливались и понятно что мы спустились туда где нас ждут где нас всегда гостеприимно принимают и все в принципе вот так вот да потому что мы немножко не отошли от вчерашних посиделок мы вчера хорошо и в чане и в бане попарились отдохнули в общем шикарно просто классно поборолись на руках там саня саня да поборолся на руках с да 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 потом что еще у нас было саня раза четыре ходил и клепить их в номер спеть с ними ложился в кровати говорил если ты не пойдешь спать я буду решать вас и тебя и петь тебе песни до утра саня песни вчера послушал все что можно на саня спел но это вот я просто не могу это передать управлять это зрелище человек лежит в кровати спит вот реально под одеялом все но пусть отдыхает приходит саня с телефоном с музыкой ложится рядами если ты сейчас не встанешь я буду петь тебе до утра лежит ну ладно я пойду выпью с тобой пошел и так вот четыре раза так четыре раза но правда сначала он пришел вытянул вову достал вову прямо с чана типа все ты помнишь на руках давай бороться да да блин мочил сара соли да очень хорошо так что мы отдохнули хорошо даже слышно по моему голосу ну в этом и кайф нашего отдыха и путешествий эти вот машинки это в общем отдыхаем неплохо да реально реально шикарно поэтому все мы сейчас все свои прогреваем автомобили я конечно пока без своего патрола скажу так за всю историю путешествий моих по карпаты по всему я сейчас без автомобиля но я ездил без автомобиля с кем-то штурманом да но когда ты приехал в карпаты на своем автомобиле и он у тебя поломался как-то так на тени но не совсем привычно но мне не кайфово неудобно не знаю потому что нету твой автомобиля котором ты сам едешь сам кайфуешь сам получаешь удовольствие от поездки по всей тут ты бац ты настроился что ты за рулем а ты получается едешь штурманом с кем-то поэтому но блин все бывает поэтому сцепление сейчас я думаю что у дядь миши поменяют уже и мы просто вернемся на нем на нашем патроле на киеве и будем его полностью разбирать уже поэтому может кому-то нужен мотор коробка продаю 62 и 8 свой мотор свою коробку механику все что надо могу продать если кому-то нужно куда-то пишите я вам все продам итак у нас сегодня подъем на гору под таким интересным названием билла кобыло кто местные знают эту здесь в принципе одна дорога только туда наверх подняться обратно там очень шикарная и красивые виды вот у нас там видите сверху находится сама гора и мы сейчас будем на нее подниматься вот почему я так понимаю что эту гору называют билла кобыло насколько очень много местных жителей и которых здесь понятно что есть лошади поэтому возможно так они из-за этого и назвали но это мы так думаем что мы сейчас ехали и рассуждали кто придумал когда-то эти названия строитель люди живут а на каких вершинах всегда это удивляло видите сколько нужно было потратить труда чтобы сделать эти заборы все огородить для того чтобы их не лошади но могли здесь спастись и так далее вот видите навести земли среди какая красота открывать но мы еще до всей красоты не доехали мы еще едем посмотрите да вот дед миша только что сказал год назад этой дороге не было вот видите ее прорезали техникой тяжелой техники по прорезали здесь когда-то была маленькая стэшка а сейчас эту дорогу прорезали и дед миша говорит что мы первыми по ней сейчас едем ну понятно уже кто-то ездил в том плане что он даже здесь не ездил он же в прошлом году здесь ее не было куда мы упремся по этой дороге мы пока не понимаем да но вот едем посмотрим что у нас там дальше самом конце конце этой дороге будет даже интересно мы когда-то сейчас на скажу у нас из видео называлась потерянный сильвер вот по такой же дороге которую только вырубили вокруг горы мы поехали думали что там будет объезд мы объедем потому что мы любим так кататься едешь-едешь смотришь какая-то маленькая торпинка по карте есть поехали туда вот мы поехали приехали в тупик котором еще дальше дорогу не достроили стоит трактор такой огромный который срывает этот вот он срезает это и выкидывает и прокладывает эту дорогу и все и вы пытались задним ходом сдавали до какой-то в общем сдавали назад для того чтобы найти какой-то хоть маленький участок где можно было бы развернуться вот как-то так прикиньте как это все вот хорошо что почва такая скала кусок скалы выгреб подгреб кинул сбоку вот тебе получилось и дорога все дальше думаю будет интересно посмотрите главное чтобы я была так как у нас когда-то было что доехали а там тупики дальше все разворачивайтесь как хотите блин хороший маршрутик на какие пейзажи так доехали мы наконец-то до края этой дороги вот сейчас посмотрим что у нас там в конце сейчас глянем что там такого интересного посмотрите на как строится дорогах просто всего рубуется все вырывается я вам просто хочу сразу же показать не придя на место и включив камеру как и пока завод посмотрите какая красота просто покажу это все снимаем вот все дорога здесь заканчивается дальше техника и и не доделала не дарыла все конец финиш и не телекомедия и мы просто вот вот посмотрите по такой дикой дикой природе какая она прикольная просто смотрите все здесь вот эта фотосессия вот вот эта фотосессия конечно вообще огонь я как раз видео это рассказал когда вы в рацию говорили я снимал ой красота открывается в сетку вид что мы без толика итак посмотрите вот я бы так сказал что это самое шикарнейшее место на котором открываются полностью весь вид на карпатте смотрите черногорский хребет петрос говорила и дальше там уже все закарпать просто блин ну так мы пока ждем все ребята смотрят краевы до шикарнейшие виды которые там открываются да я просто хочу показать на игоре патроле резину знаете резину да и вот все слышали впечатление от этой резины от меня там и так далее я просто хочу дать слово игорю чтобы он сам поделился впечатлением ну вот реально как как твои ощущения по поводу этой резины что ты скажешь ну я выбрал ту резину по твоей рекомендации даже не успеха просто я коли побачу что у нас стоит у тебя на машине я принял решение что треба попробовать и и еще в начале в мене было сомнение добра не добра зараз вообще все вид балла прекрасно резина на ее можно ездить и она прикольна тем что можно ездить и по асфальту горы и куда хочешь я бы ее назвал универсал да так и есть я так и я приезжаю с киева на ней по асфальту катаюсь по горам ничего не переобуваюсь как я вчера сказал да дядь миш выдам что переобуваетесь резины все говорят я приехал и уехал сегодня на одной резине говорит да она едет реально хватает если хорошие моторы и еще прокручивает просверлить чтобы она хорошо очищалась вообще будет да вот это и резина интереснее вот как у санина да она хороший зацеп она будет реально ехать да она превзойдет реально эту резину но если у вас хороший мотор блин ее хватает головой вы поставили едете на одной резине себе все откатались и поехали домой спокойно и не парить поэтому реально классная хорошая так что видите впечатление от еще одного владельца ворсал да да от владельца такой же резины как и у меня так мы спускаемся уже вниз но я просто хотел кое-что показать и рассказать просто когда мы поднимались нам дядь миша поведал одну интересную историю вот с правой стороны видите все огорожено закрыто забором сейчас вот лёша притормозит я вам покажу сейчас чуть ниже лишь чтобы было там год назад еще было просто поливого так стоп лишь стоп стоп вот я преувеличиваю вы видите да забор идет вон вдоль леса зеленый забор все закрыта территория и так далее все закрыто да и дорога но чем прикол дерьмиша сказал что эту территорию выкупили евреи я не имею ничего против евреев но просто ребята перекрыли полностью все дороги которые проходили там через лес через то поле и так далее снизу поднимайся ты упираешься просто в их не заборы и шлагбауна когда раньше там была дорога не получается вы купили часть горы вместе с дорогой общего пользования вот считайте это устроить дорогу а там вот есть такие дороги перекрыли себе и теперь что-то будет там интересно или кто-то себе выкупил просто какое-то частное такое не знаю имение будет свое почему-то дерьмиша говорит что-то выкупили евреи не знаю почему как что а или вот видите лишь у подсказывает не слышал этот полностью разговор еврейская община выкупила себе вот там вот видите такую большую территорию кусок горы огородила все забором перекрыла дороги просто ну как-то немного неправильно либо так сказал да поскольку дорогу общего пользования и имеют право пользоваться все не только кто-то один так нас остановочка маленькая вынужденная дядь миша поехал вот по этой дороге к этим евреям к этой общине посмотреть или они все таки сделали объездную дорогу поскольку они в горе вот это вырезали у нас он эти усани просто погнулся диск очень хорош металлический диск взяли молоточек подрихтовали чтобы он не травился в общем видите дерьмиша поехал смотрите все таки сделали они безную дорогу посмотреть если там проезд поскольку был вот такой проезд пресс-проезд и мы спускались не сюда но теперь все его нету а то место гора белокобыловат на котором мы поднимались специально прокладываю дорогу кто-то выкупил ту площадку там будет просто фантастический вид это вот видите вершинки там кто-то живет вот-вот-вот доме какой-то вот этот маршрут по сути можно будет через всю вершину проложить и приехать вот так вот и посередине посередине по страле какой-то комплекс с охереннейшим видом в котором вы будете за каком-то шокарном бассейне лежать и будете открываться перед вами вот такой вот вид будет здесь конечно не интересно же ничего не интересного здесь он коровы и так далее там ничего нету обрыв шикарнейший вид на все карпаты на черногорских рыбает на закарпатья на peters на коверлу на все открывается там кто-то построит очень фантастический комплекс я думаю годика три мы потом приедем посмотрим что там будет такой но классно круто поэтому эти у нас пока пока вот такая вот остановка все фоткаются все кайфуют он посмотрите все от видов просто под впечатлениями бегают аж до пошли я пойду я пойду идемте посмотрим что там соня нашла что там соль показывают вот посмотрите на эту красоту которая открывается здесь вот блин просто там вот этот туман я сейчас вот даже поделаю вам пару фотографий просто какой-то шикарнейший фантастический вид как всегда в карпатах такие пейзажи что это просто и вот вот мы сюда поднимались ведь вот по этой дороге вот люди здесь живут без каких-либо забот просто просто живут все в них голова не забита ничем какими где сегодня заработать денег на что им еще нужно на какие им потребности нужно какие-то финансы или какой вы курточки доходите сегодня или какая обува советов их эти вопросы и проблемы просто здесь не волнуют они просто здесь живут ну это просто кайф так начались интересные спуски поскольку мы решили не возвращаться назад той дорогой искали себе какой-то объезд куда бы можно было бы нам ответить вниз на спуститься мы общались с местными они нам подсказали куда лучше проехать сказали вот здесь проедете там говорит просто паркан вот мы его видите поставите назад и спуститесь и спокойно не спать . вот мы это и делаем только после согласования с местными вот с той стороны вот там у домики они нам сказали в эту сторону ехать поэтому так мы и делаем скорее всего что видите здесь когда-то очень-очень давно вот видите за счет вот этих старых вот можно налево сюда да 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 давай вот так вот Каска такая невероятная, где-то видимо слева сзади, посмотри. Вы сегодня в голове, посмотри налево-назад. Итак, мы, видите, через чью-то территорию проехали. Нам вот те вот местные жители сказали ехать через эту часть, спускаться вниз, и вы тогда пойдете вот в это вот ущелье. Скажу так, дороги здесь просто нет, здесь просто целина, вот такое вот. И мы сейчас, мы сейчас, получается, ищем, как нам и куда спуститься. Дядьмиша, видите, спустился вниз, проискивают какие-то маршруты, уклончик, ну, камера, как всегда, не передаст, очень хороший. Вот здесь вот как раз по прямой и вниз, только не останавливаться. Дальше уже штурман пошел протаптывать. Интересное будет другое, если там дороги не окажутся, и нам придется подниматься сюда обратно наверх, и возвращаться назад через вот этот вот маленький запор, и дальше опять наверх, так как мы сюда заезжали. Все может быть, может быть и такое. Ну, мы легких путей не ищем, так что только так. Так, Серега. Камера не передает. Талик. Жаль, что не передает, я сейчас буду вам снимать просто кренометр. Вот, посмотрите. Так и идет. Так. Что, каких-то 20 показывает вообще, вообще неинтересно, вообще ни о чем. Ну, 20. Принесу. Что, лишь неправильный кренометр. Да, да. Смотрите. Просто спускаемся с горы, можно сказать. Просто с горы, по целине. Спускаемся вниз. Для того, чтобы нам попасть вот между этими двумя горами, найти там дорога. Должна быть она у нас по карте какая-то есть. Возможно. Да. Ну и вот так вот спускаемся. Так, мы спустились вниз и посмотрите, где Дед Миша на автомобиле. Даже приходится уже лебедиться. У нас здесь зима. Вот, видите. Реально холодно. Здесь следы видите только коней. И посмотрите. Посмотрите, как Дед Миша встрял. Очень хорошо. Здесь просто маленькая речушка. И в этой речушечке мы должны будем сесть сюда подняться наверх. Вот. Прикольный начался фрукт. А вот дальше, куда мы хотим. Я так понимаю, что вверх направо. Вот там. И завернуть наверх. Ну, блин. Как всегда. Вы слышите? Слышно, нет? Я думаю, тут будет сейчас тяжко море. Вы комментарии слышали, да? Цен Ниссан, да, Рома? Цен Ниссан? Да. 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 Так. Гена на очередь. Сейчас Толик подкорректирует, как удобнее. Так, теперь Серега. Сереге будет, я думаю, чуть-чуть сложнее. Мотора не хватает. 2,8. Реально, это мы такие с Серегой остались. А два последних из Магикана со слабенькими моторами. Я не подсказываю, потому что штурма должен быть один. Подсказывает все нормально. Пока подготовка лежит, ждет, чтобы компрессор накачал блоки. Все нормально. Все нормально. 2,8. Видите? Выручил. И пошел. И пошел. Подожди, подожди. Подожди, подожди. 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 короче летит игорь серега и рома но звезда там конечно рома те высказывания которые мочит целый день я просто не могу вам все запомните высказать но но реально красавица просто на позитиве человек себе живет и все 42 на краулерах накачанных 2 и 2 прикиньте даже не спускался и говорит так я не спускаюсь все на линке на изи просто вот представьте вот этот спуск по которому мы спустились почему и камера не передает всего корочка к и нам еще дальше дальше подниматься подниматься тупо по цели не пацаны он даже вот так катаются морщик решил прокатиться на крыше мы остановились поднялись на этот который нам нужно было видите вот и просто вот остановились учить осады бы все здесь небольшой фотосессию тело здесь скорее всего что какая-то сыроварня ведь и стоит там лошадка куча заготовлено для нее сена и домик поэтому у нас маленькая остановочка и едем дальше и с Продолжение следует...